День Российской Науки День Российской Науки Центры, специализирующиеся на различных направлениях, именно их развитие должно лежать в основе сохранения научного потенциала края. Поэтому первый мой вопрос к экспертам, какие центры и какой науки в нашем крае сейчас можно назвать действующими? Что может делать Хабаровский край? Что на сегодня, так скажем, сохранилось как некая база научного сообщества, база научного потенциала? Вы знаете, сохранилось все, но я хочу сказать, что обеспеченность тех или иных направлений развития науки, оно сократилось во всех отношениях. И это ресурсы людские, то есть ученых у нас стало меньше. И ресурсы материальные, то есть обеспеченность научных исследований, вот в частности в академической науке, плохая. И транспортная обеспеченность. Я помню те времена, когда мы могли уехать и улететь куда угодно и на чем угодно. Сейчас у нас таких возможностей нет. Но наука работает, и она получает новые знания, и находит способы и методы делиться этими знаниями. И с высшей школой, и с практикой. На мой взгляд, Хабаровский край имеет, если сравнивать с субъектами Дальнего Востока, достаточно уникальную ситуацию, связанную с тем, что у нас два научных центра. Ну или два города, в которых достаточно серьезно развиты научные исследования. Ну это Хабаровск и Комсомольск-на-Аморь, где есть и вузы, где есть научные организации, научно-исследовательские и академические институты. То есть это вот, на мой взгляд, одно преимущество. Наверное, чуть более года назад, или здесь, может быть, даже надо из-за печки зайти, я ничего так... Ничего, наверное. Наверное, вот здесь необходимо поделиться вообще, в принципе, с государственной политикой в области науки и техники. И вот полтора года назад, наверное, началась эта работа, и совместно она была органов исполнительной власти, в академической науке, в вузовской науке, мы так это потихонечку все равно по-прежнему пытаемся разделить, хотя, наверное, это абсолютно правильно, по разработке приоритетных направлений развития науки, техники и технологии в Хабаровском крае. Такая работа прошла, работал достаточно серьезный коллектив, и эти научные направления выразились в постановлении правительства Хабаровского края о приоритетных направлениях развития науки, техники и технологий в Хабаровском крае. И каковы они? Были определены шесть ключевых приоритетных направлений. Математика, информатика, информационные технологии – это первый приоритет. Второй приоритет – здравоохранение и медицина. Третий приоритет – это, речь здесь идет об оборудовании. Новые материалы и химические технологии дали гуманитарные и общественные науки. Вот примерно так это все делится. Евгений Анатольевич, Вы таким молодым, незашоренным взглядом, как считаете, вот эти направления, которые в приоритет выставлены решением властным, они соответствуют чаяниям молодых ученых? Я глобально так не буду рассуждать, что там есть два города. Я скажу про университет, в котором работаю, про Политен. Вот за последние три года примерно… Не Тогу, а Политен. Да, это та самая, так сказать, традиция, которая, видимо, и сохраняет науку, и потенциал весь. Значит, за последние, ну, где-то года три примерно в Тогу были открыты следующие центры. Значит, это центр КамАЦУ. По большому счету, это лаборатория по исследованию автоавтомобильной строения, ну, что-то из автомобильной сферы. Было куплено уникальное оборудование на кафедру литейного производства, то есть там закуплено действительно дорогое и уникальное оборудование, на котором могут проводиться исследования в сфере металлургии, исследования каких-то структур, металлов и всего остального. Значит, открыли центр мехатроники при кафедре технологической информатики. Значит, там стоят высокоточные токарные и фрезерные станки. Вот буквально в сентябре месяце эту лабораторию открыли. Вот, то есть там предполагается обработка всевозможных изделий, то есть доведение каких-то определенных технических показателей, плюс производство чего-то, каких-то деталей, обладающих, ну, или, скажем так, уникальной формой или уникальным составом, что-нибудь такое. Вот, и вот в течение 2013 года весь год практически закупалось оборудование для того, чтобы при Тихоокеанском госуниверситете открыть центр робототехники. Вот сейчас это оборудование в стадии, скажем так, распаковки находится, то есть готовятся аудитории, ну и где-то, наверное, к лету, скажем так, уже будет готовый центр робототехники, где будут заниматься подводными, надводными роботами. Ну, то есть надводными роботами имеется в виду, которые ползают, ходят по земле. И летательными аппаратами тоже беспилотными, ну, так называемыми квадрокоптерами, то есть очень такая популярная вещь сейчас. Вот, и роботы-манипуляторы, то есть это сборочные, сортировочные роботы, которые стоят на конвертных производствах в основном, на предприятиях. Поэтому, собственно, вот это все, что делается в ТОГУ, отвечает тем приоритетным направлениям, которые были вот определены. Наверное, тут вот как раз и напрашивается вопрос. Наука может существовать, если это кому-нибудь нужно. И теперь вопрос, кому нужен тот потенциал, который в крае сегодня жив. У нас есть достаточно серьезный опыт работы в области фундаментальных исследований в рамках взаимодействия с государственными научными фондами. Это Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд. В рамках соглашения на основании критетного финансирования, которое осуществляется со стороны краевого бюджета и со стороны фонда, отбираются проекты, которые, по сути дела, и финансируются. И в рамках этих проектов я могу сказать, что, например, финансируются проекты в области медицины. Вот в прошлом году финансировались телемедицины. Финансировались проекты, связанные с созданием новых материалов на основе местного минерального сырья. Финансировались работы, связанные с технологическими схемами транспортными на железной дороге. Разумеется, что для края важно видеть в этом некоторое прикладное значение. Не ради того, что наука для науки, а ради того, чтобы ощущалась зримая цель о том, что человеку, живущему в Хабаровском крае, будет несколько лучше. Вот сейчас очень много разговора идет о строительстве новых гидросооружений, гидроэнергетических сооружений. Вот когда мы выходим на пару гидрообъект и территория, значит, это кто-то должен, во-первых, делать, и прежде всего, опять-таки, с участием науки. Кстати, это давно уже поняли, например, те же самые японцы в каждой малмальской крупной, серьезной фирме имеют научное подразделение, в каждой. У нас очень много идей, очень много фундаментальных взглядов, но нет средств для того, чтобы эти идеи, взгляды реализовать. И получить по ним новые знания. И то, что нет средств, а нет заинтересованных. И заинтересованность, совершенно верно. Понимаете, вот беда заключается в том, что общество, конкретное направление экономики, для того, чтобы они востребовали какие-то научные знания, они должны быть должным образом воспитаны. Они должны быть напичкены этой необходимостью. Они должны зыркать по сторонам и смотреть, где бы перехватить что-то самое современное, что-то самое важное, что-то самое нужное. У нас пока этого нет. Это вы говорите о той части общества, которая предприимчивая. Да, конечно. Это те, кто, так сказать, являются предпринимателями и хотят на этом заработать. Вот тут начинается самое сложное. То есть найти заинтересованного человека, да, и убедить его, что то, что мы сделали лучше, чем уже что-то есть, это, пожалуй, самый тяжелый такой вот этап. Плюс к этому ко всему, вот на этом же шаге надо думать как раз-таки про затраты на внедрение всего этого, которые зачастую оказываются очень большими. Ну, просто внедрение любой новой технологии или системы, оно затратно в том плане, что надо потратить очень много для того, чтобы купить там несколько дополнительных вещей. А окупается оно, ну, в течение 3-5 лет минимум, если все нормально работает. Ну, как правило, заказчик хочет, чтобы у него окупилось это в течение месяца, да, грубо говоря. Естественно, этого не произойдет, и поэтому здесь вот возникает как раз-таки сложность в реализации. Ну, вот здесь есть как бы разные пути выхода на рынок. Это путь, можно создать себе на чем-то, на каком-то одном продукте имя, и этот продукт уже, так скажем, тиражировать и распространять его с меньшими затратами, с меньшими усилиями. Либо, значит, постоянно доказывать, что ты что-то можешь, и постоянно кому-то предлагать какие-то конкретные направления, которые нужны именно конкретному заказчику. То есть, путь, когда заказчик ищет тебя уже и ищет твоего внимания, либо ты, непосредственно, производитель научного какого-то продукта, ищешь заказчика. Вот, что здесь можно сделать в крае? Вот у нас есть хоть одно такое громкое имя, к которому заказчики сами идут? Ну, конкретное проявление каких-то спросовых товаров, конечно, есть. Там даже тот же Суперджет 100. Вот, но, понимаете, нужно создавать базу для широкого движения, движения вот навстречу друг другу, потребителя, значит, производителю и производителя к потребителю. Мы в свое время говорили о том, и в Министерстве экономического развития, и с губернатором, о том, что надо создать вот такую некую кластерную, может быть, структуру, в которую бы входили площадки, на которых можно было реализовать любое, самое сумасшедшее, допустим, видение решения тех или иных проблем. Ну, создание какой-то определенной детали, какой-то конструкции, какого-то современного прибора, так сказать, и прочее. То есть здесь вы говорите о том, что не нужно ждать какой-то удачи, что вдруг кто-то случайно появится вот такой сумасшедший, который сделает что-то совершенно, так сказать, потребное для общества, а именно создавать площадки, где бы можно было вырасти. Да, совершенно верно. И реализоваться этому сумасшедшему. Вот идей, мыслей очень много. Я, например, помню, как мыкались с лучшими фильтрами, которые разработали наши ребята для очистки воды. И они не могли ничего сделать, потому что задавили мощные, допустим, структуры, которые давно производят эти фильтры. У них все сети заняты ими. И это не только, допустим, фильтры, это и в других направлениях. Точно такая же ситуация. А нужно создавать такие, чтобы они вырвались на рынок и сразу заняли свою мощную нишу и подавили конкурентам. Мы с вами практически все сошлись в мысли, что в любом случае, значит, для того, чтобы легче продвигаться на рынок науки Хабаровского края, нужно на чем-то сконцентрироваться и что-то выдать на гора такое, что подтвердит, так сказать, большие возможности, большой потенциал для науки. Причем в разных отраслях, неважно уже в чем, главное, чтобы что-то одно выскочило. Но нужно ведь еще заранее определиться все-таки, что мы должны продвигать. Сейчас очень много разговора идет о том, что условия у нас в регионе такие, что мы можем, у нас большие богатства, природные богатства, но осваивать их мы можем не все. Или если осваивать, то огромные затраты финансовые, так сказать, на освоение. Давайте попробуем, создадим технологии получения материалов на месте добычи сырья. Казалось так просто. В свое время Академик Александров об этом говорили, и Цветков, и были опыты и установки, которые позволяли делать на небольших площадях. И у нас работает, допустим, Верхотуров, Анатолий Демьянович, материаловед, который бредит этой идеей, но эта идея, она вполне материализована может быть в том числе и у нас. Поскольку у нас есть в целом для этого энергия, у нас есть в целом для этого специалисты, у нас есть производство, на котором можно создать эти установки. У нас все есть. Но почему тут как-то не движется эта идея, не реализуется эта идея? Может быть, где-то мы слабой пробивной способностью обладаем, может быть, кто-то не понимает, что это очень важно, нужно, и мы потом этими материалами будем торговать и получать за это деньги. И параллельно развивать... А потом еще лицензиями на эти материалы. Совершенно верно. А параллельно добывая, допустим, те или иные ресурсы. Поэтому, кстати, очень серьезная проблема у нас сейчас с отходами, из которых тоже можно получать материалы. И мы как-то вот сейчас, слава Богу, мы начинаем немножко к этому обращать внимание, на это обращать внимание, а то ведь это одно время считалось каким-то аховским и не требующим никакого внимания. То есть вот нужно-то сейчас уже заранее сведущим людям вычленить эти перспективные направления, постараться доказать, что они перспективные, что мы на этом можем не только заработать, но и решить какие-то проблемы, двинуть их вперед, в том числе, чтобы потом на нас пальцем показали, в хорошем смысле слова, и сказали, давайте мы будем работать с этим регионом. Там перспективные, умные, толковые, вперед глядящие люди и руководители. Борис Анатольевич, то есть вы сейчас, в общем, если подвести такой вот итог этой части нашего обсуждения, сошлись во мнении, что создать документ, так скажем, документ правительства Хабаровского края о перспективном развитии науки в Хабаровском крае, эта работа не закончена. Нет, конечно. То есть ее нужно продолжать. Конечно. Есть основополагающий документ, но необходима какая-то регулярная, так скажем, экспертная оценка и дальнейшее движение. Конечно. Что планируется на этот год, в какое направление. То есть, опять же, анализ того, что происходит вокруг, анализ рынков, анализ потребностей и снова возвращение к тому, что необходимо делать сейчас. Нет, это надо делать постоянно, поскольку меняются возможности, меняются приоритеты. И сегодня, уделяя больше внимания одному, завтра мы вынуждены там в силу каких-то обстоятельств уделять больше внимания другому. А вот давайте еще просто поговорим о кадрах. Школа, ну в хорошем, большом смысле этого слова, очень важно, чтобы существовала, продолжала жить, развиваться школа в каком-то направлении. Чтобы кто-то мог передавать свои знания, свои тонкости своих знаний, передавать следующему поколению. Вот как мотивировать, в первую очередь, наверное, людей, молодых людей, к тому, чтобы они шли в науку? Вы знаете, мы очень много говорим о молодежи. И, кстати, в Академии наук, в образовании, в вузовском, везде говорят, давайте вот молодым дорогу, молодых менять, молодые ректора, молодые декана, там, прочее, прочее, молодые директора институтов. Но для того, чтобы привлечь, прежде всего, в науку, молодежь, надо создать некие условия. Ну вот у нас, например, одна из серьезных проблем, вот в том числе в Хабаровском крае, это жилье для молодых. Но если он только что пришел в науку, получая небольшую заработную плату, где же он возьмет такие возможности, чтобы очень быстро создать себе малмальски приемлемые жилые условия? Как этот молодой, который начинает впитывать в себя всю информацию в том или ином научном направлении, может общаться со своими коллегами, когда, допустим, нет денег на командировки? То есть масса вот таких проблем, которые просто, с одной стороны, мы декларируем, что да, давайте вот молодежь, помогать молодежи, прочее, сразу стоит вопрос, как, в чем, где, за сколько. Вот у нас, я говорю, мы в свое время вот с Вячеславом Ивановичем говорили, что, наверное, назрела, например, необходимость, может быть, строить дома для молодых ученых, вообще для молодых, которые бы отличались, там, может быть, компоновкой какой-то, хотя бы на первые, там, 10 лет, чтобы они могли закрепиться. Различные молодежные программы обеспечения жильем, они существуют? Они существуют, но они малоэффективные. Есть вопрос опять приоритетов. И мало пока эффективные. Второе, вот если уж мы говорим о молодых, о привлечении молодых, значит, надо действительно заранее создавать в науке маломальски приемлемые условия для работы всех, не только молодых, и тогда молодой будет смотреть. Я пойду в эту отрасль не только потому, что у меня есть интерес к науке, но я и буду там иметь возможность реализоваться во всех отношениях. То есть это очень сложная проблема, но ее так или иначе вот замазывать, замалчивать, замыливать нельзя. О ней надо говорить, ее надо решать. Вот сейчас я считаю, что просто серьезный отток из российской науки произошел в связи с последними событиями. Молодежь. Они пошли в бизнес, может быть и хорошо, умный парень пришел в бизнес, он там развернется, реализует свои, так сказать, наклонности технические или еще какие-то. Но начинают ведь уезжать снова за рубеж, еще одна волна. И это очень плохо, поскольку у нас уже есть один разрыв лет 10-15 между поколениями в науке. Сейчас будет этот разрыв увеличиться, поскольку выйдет еще значительная часть ребят. А их надо обязательно оставить, создать все условия для того, чтобы они работали, уметь спрашивать с них и заставлять, может быть, их работать в том направлении, в каком мы считаем нужным. Евгений Анатольевич, у Вас что держит в науке, как человека молодого? Ну, начнем с того, что мне это интересно. То есть, то, чем я занимаюсь, мне нравится. Это главное. Я люблю это, поэтому это меня, наверное, и держит. Что касается материальной базы, то сейчас, на настоящий момент, ее достаточно для того, чтобы проводить исследования. Ну, по крайней мере, в том месте, где я этим занимаюсь. Что касается жилищных условий, ну, скажем так, живу я достаточно хорошо. То есть, своего у меня пока жилья нету, то есть, я не заработал еще на квартиру. Но условия более чем, так скажем. Вот. Ну и плюс, вот опять-таки, за последние, наверное, года три, заработная плата ученых все-таки маленько увеличилась. И, ну, находится на достаточно хорошем уровне. То есть, она может быть сравнима при выборе профессии, да? Да. То есть, это то же самое, что было в советское время. Сейчас, в принципе... Когда, если ты пойдешь туда, налево пойдешь, ты будешь зарабатывать столько, направо пойдешь в ученые, ты, в принципе, тоже столько же будешь зарабатывать, только еще и, так сказать, у тебя будет какой-то интерес там и так далее. Абсолютно верно. Буквально на прошлой неделе, а может быть в начале этой недели, я уже не помню, честно говоря, вот, мы с коллегами сели, и я смотрю, они, значит, в компьютерах ищут вакансии. Я говорю, а что вы делаете-то? Они, да мы думаем, идти или остаться. И мы понимаем, что, ну, меня это тоже заинтересовало, то есть, ну, дай посмотрю. Мы смотрим уровень заработной платы, она на том же уровне, что и в УЗИ у нас. Поэтому сейчас уже тот момент, когда, в принципе, заработная плата – это неопределяющее. Важнее – это заинтересованность условия, как материальные, лабораторные, так и жилищные. Вот это важнее всего. И еще место большое занимает, вот, в выборе профессии, насколько перспективно и востребовано то или иное направление в государстве. Вот, если молодой человек видит, что это важно, нужно, об этом говорят, говорят, что это очень хорошо, и перспективы роста хорошие, он изначально туда может стремиться, он потом будет смотреть и сравнивать, но изначально это будет для него привлекательно. А когда он видит, что какие-то там перетурбации идут, там, черт знает, неопределяют, неопределенности, там, масса других вещей, зачем идти в неопределенность? Никому не хочется. Ну, вот, мы же на локальном, на региональном уровне тоже можем формировать такие потребности, такие точки роста. То есть, если мы больше и больше будем говорить сегодня о космической отрасли, о близости к космодромам Восточный, то, соответственно, молодежь пойдет в эту отрасль и будет понимать, что у этого есть перспектива. Если мы больше и больше будем говорить о, и реально делать локализацию, так сказать, больший процент локализации производства, там, самолетов, суперджетов или военной составляющей здесь, в Хабаровском крае, то молодежь будет понимать, что здесь это производство будет расширяться, и, наверное, в самолетостроение тоже можно идти. Да, будет востребованность. Можно находить, да, можно искать здесь точку приложения своих сил. И если вы будете определять, вы, как ученые, будете совместно с властью определять какие-то еще приоритетные направления, действительно их, так скажем, обеспечивать их приоритетность, приоритетностью финансирования их, ну, наверное, здесь и средства массовой информации подхватят сразу это направление, этот вектор, и люди невольно будут понимать, что здесь есть перспектива. Я думаю, да, что это работать надо вместе. Здесь есть перспектива, да. Совершенно верно, работать надо вместе. Наука – это люди, ученые люди. Если их в регионе много, если они востребованы, территория, где они живут, развивается осмысленно. Ученый не может быть таковым только на работе. Он обязательно будет придавать смысл всему, что его окружает. Жилищно-коммунальному быту, общественной жизни. Поэтому вопрос сохранения научного потенциала – это не вопрос сохранения или ликвидации отрасли экономики в регионе. Это существенно большее для региона. Я верю в то, что истинные ученые вкладывают всю свою волю, чтобы сохранить свои научные школы и центры. Но им, как во все времена, необходима более существенная, более системная поддержка власти. И контуры программы этой поддержки необходимо разрабатывать совместно в спорах и экспериментах, а не в тиши чиновных кабинетах. С вами была программа «Форсайт Проект». Увидимся через неделю.